Ну и так, продолжение прошлой лекции, немножко напомню, в какой момент времени лучше всего человеку вкладывать какие-то идеи и темы. Значит, лучше всего это делать, когда человек находится в состоянии повышенной обрушаемости. Расширенно об этом никто не говорит, потому что была целая лекция. А мы пойдем немножко дальше. Единственное, что может быть, я вас спрошу, когда человек находится в состоянии повышенной обрушаемости. Когда спит. В просолнечном состоянии. В гипнозе, когда находится. Ну а самые обычные, банальные вещи. Когда увлечен человек, когда увлечен человек. Нет, ну когда с кайсом, когда человек в подавленном состоянии, то там более умышает. Да, и в транспорте. Машину где тоже может втыкать. То, что в простонародье называется втыкать. Зависит где-то, что-то вспоминает. Где-то, да, где-то там как-то увлеченный сидит, что-то там рисует, либо музыку слушает, либо сам поет. А, это он накаплив. Да. Вот. Так вот, это состояние не обязательно создавать. Можно вас... Иногда человек уже приходит в таком состоянии готов. Допустим, кого-то из специалиста очень предварительно провели очень хорошую рекламу. Да, сказали, такой специалист. Ты знаешь, и мне помог. И вот этой вот моей знакомой. И у него такие руки. И вот человек уже приходит в готовом вот этом состоянии. Этих тоже можно... Это уже можно использовать. Значит, самое основное — не вызвать у человека сопротивление. То есть вот когда он уже пришёл, либо у собеседника в данном случае, то есть идёт тема о разговорных вещах, вот. Не вызвать у него критического мышления. Потому что критическое мышление у нас связано с левым полушарием. Задача, вспоминайте левого полушария, не допустить изменений каких-либо. То есть вот у меня есть представление об этом мире, вот они у меня такие. И вот если мне доказывать, что 4х4,4,7, я буду обязательно доказывать обратно. Потому что я знаю, что, по крайней мере, это 16, ну, в крайнем случае, там 13 или 15, но никак не 7. Вот. Значит. В собеседнику, да, то есть когда мы хотим видеть какую-то идею, мы обязательно с ним разговариваем. И в этот момент он может проверять информацию на правду. А в принципе он это и делает. То есть если достаточно человек там незнакомый, он раз проверил, там, допустим, два проверил, три проверил, совпало с его убеждениями, и всё. Дальше мозг, как бы он ленивый, состояние постоянно мониторить информацию на правду, тоже эта штука затратная. Вот. И когда человек уже начинает доверять, он эту информацию практически перестаёт проверять. То есть это состояние доверия, комфорта, я имею в виду состояние повышенной унижаемости. Вот. Допустим, если на человека бегут с ножом, что в этот момент он будет предпринимать? У него ждёт полку. То есть у него включится какой-то уровень защиты, да, там, либо дать отпор, либо убежать. То есть... Не снидрить. То есть человек... Психическое воздействие на человека, то есть внедрение ему какой-то идеи, лежит в той же плоскости, что и угроза физической целостности. Там практически нет разницы. То есть если человеку пытаются внедрить какую-то, ну, напрямую в лобовую атаку через левое полушарие, через логику, вот, пытаются рассказать, внести какую-то информацию, с которой он категорически не согласен, то он чувствует ощущение у него опасности. То есть что-то хотят вам не изменить, и он будет обязательно этому сопротивляться. Вот поэтому нам нужно при беседе с человеком вот эти все острые углы обойти. То есть предпринять превентивные меры. Значит, один из таких методов называется гармонизация. Гармонизация — это когда мы подстраиваемся под собеседника. Самый банальный способ гармонизации — это зеркалик его. Ну, иногда это происходит автоматически, да, то есть человек как-то определенным образом наклоняет голову, слушающий его тоже наклоняет голову, то есть это какие-то телодвижения. Более высокий уровень гармонизации — это подстройка под дыханием. Вот. Дальше у нас идет уровень ратификации, то есть подтверждение, что я тебя слушаю. Это обязательно должна быть, или не обязательно, некая либо приближенная маска к улыбке, либо полностью человеку улыбаешься. То есть в социальном обществе улыбка обозначает, что в данный момент времени я тебя принимаю, а в лицо тебе не вцеплюсь, и вот сейчас я готова с тобой как-то сотрудничать. Больше она ничего не обозначает. То есть улыбка, если даже человеку улыбаться не хочется, то желательно ее сделать хотя бы фальшивой. То есть на уровне логики можно понимать, что она фальшивая, но это во всяком случае лучше, чем человек сидит с каким-то каменным лицом. Для правого полушария, то есть для нашего иррационального половины мозга, это все равно. То есть он видит улыбку, он понимает, что его принимают. И в этот момент он как бы более расположен к собеседнику. Значит, когда человек что-то рассказывает, он рассказывает какими-то порциями, и он смотрит, насколько эта информация проходит к собеседнику. То есть если собеседник улыбается, кивает головой, постоянно говорит «м-м-м», то есть он четко чувствует, что с ним на связи. Вот иногда, знаете, вот иногда говоришь-говоришь, говоришь-говоришь, смотришь на собеседника, и кажется, что там глухая стена. Либо тебя не слушаем, либо не понимаем, да, либо какое-то идет внутреннее сопротивление. То есть если нет подтверждения ратификации, то человек, который говорит, он понимает, что дальше информация не проходит, она либо не усваивается, либо наоборот отворболивается. Вот. Значит, и это дает говорящему плюс на самооценку, то есть он видит, что его слышат, дает кусками информацию, и смотрит, усвоена эта информация, не усвоена. Когда он видит ответ, то можно как бы дальше продолжать. Вот. Значит, это у нас, вот эта вот ступень, это вот вторая, у нас ратификация. Ратификация. Третья у нас ступень, это релятивизация. Реативизация. Что это значит? Это значит, что в какой-то момент времени нужно перестать что-либо говорить категорично. Во-первых, сама по себе фраза строится, «Ты, да ты не знаешь, да ты не понимаешь, вот я тебе сейчас расскажу, это вот только так и никак иначе». Пусть даже это будет правда, но у человека, опять же, возникает ощущение, что ограничивает его свободу, и он автоматом начинает раздвигать свои рамки, то есть идёт уровень сопротивления. Эта эмоция несогласия, вернее, вот это вот состояние несогласия, и в его корне лежит эмоция гнева. То есть там начинаются определённые физиологические процессы, которые поднимают внутреннюю волну сопротивления. Гормоны ещё какое-то время будут циркулировать в крови, человек в определённом состоянии, он не то чтобы именно вот этот кусок информации не возьмёт, он и в дальнейшем, в принципе, всё, что бы ни сказал его собеседник, он, скорее всего, будет сопротивляться. То есть коммуникация дальше не пойдёт, либо если даже она идёт там с трудом, то в следующий раз собеседник скажет, да ну, вот я опять приду, а там начнут опять мне что-то там втирать, что-то такое горит, не хочу. Вот. Для того, чтобы этого избежать, вводятся обычно слова. Вероятно, возможно, может быть. То есть это, опять же, не обязательно во всей речи, но там, где вы чувствуете хоть малейшие, какой-то там скользкие моменты, туда обязательно нужно вставлять вот эти слова. Вы обязательно согласитесь со мной, сразу же стыкается с этим, с лобовой атакой левого полушария, да? То есть, ну как? Опять рамки ограничены. Вы согласитесь со мной, уже лучше звучит. И вы, может быть, согласитесь со мной. Здесь уже для левого полушария даётся выбор. Выбор-то иллюзория, но всё равно человек чувствует, может быть, я принял решение, и это решение я принял сам. А человек своим мнением, он очень дорожит, поскольку я сам принял решение. Отката, потом отката не будет у человека. Мне это внедрили, мне это вот навязали, мне вот в дальнейшем у него будет ощущение, что я сам принял это решение. Дальше у нас идёт деперсонализация. То есть, опять же, это в очень скользких моментах деперсонализация. Когда, допустим, что-то говорится на очень широкой аудитории, какая-то информация, то угодить всем подряд невозможно. Если говорить очень конкретно, то обязательно кому-то не попадёшь. Допустим, пример. Представьте себе своё любимое зелёное яблоко. У кого-то оно совсем не зелёное, а другого цвета. У кого-то оно совсем не яблоко. Или фраза «представьте себе любимое яблоко» уже звучит лучше, потому что попадает в большую категорию людей. А фраза «представьте себе свой любимый фрукт» уже круг намного расширяется, когда попадаешь. Ну, этим приёмом пользуются очень часто политики. Их, собственно, и учат говорить неконкретно, потому что придраться к неконкретной речи практически невозможно. Ну, или вот, например, одного актёра спросили, «А где вы родились?» То есть, во-первых, уровень сопротивления снимается сразу же у человека. Во-вторых, можно ответить на вопрос, не отвечая на него. И он рассказывает, «Я родился в городе, в котором был вокзал. И туда приходили поезда. И каждый человек представляет свой город». То есть не город Эль-Конкред. А вот я родился в таком городе, в котором были поезда. А ещё там был порт. Туда приходили большие и маленькие корабли. Они приходили днём и ночью. Ну, то есть, опять же, если в городе, в котором человек жил, был порт, то он обязательно свой город будет вспоминать. Ну, или тот, который ему приятно вспоминать. А ещё там был аэропорт. И туда прилетали. Ну, понятно, да, что такое неконкретная речь. То есть... Вот. Ну, и деперсонализация. Когда, опять же, чувствуешь какой-то скользкий момент. То есть малейшее сопротивление. Не сопротивление, а даже, как вам сказать, даже какие-то зачатки сопротивления. Чувствую, что лучше всего, ну, допустим, там, в нашей работе, там, человек говорит, что нужно придерживаться здорового образа жизни. Ну, конечно, нужно, опять же, опять же, это сужение рамки. Это вот, знаете, как фильм, о чём говорят мужчины, да? Вот запретили тебе есть вилкой? Оно и раньше-то не очень нужно было. А как только запретили, обязательно вилкой хочется. Ну, то есть расширить рамки. Вот. Не передашь, не обязательно. Да. Вот ведите здоровый образ жизни. Обязательно человек через рациональный свой ум будет искать, как вам сказать, отмазки, да? А чего вот, и что это, и жить нельзя, вот только вот это. А вот если ему сказать, допустим, можно вести здоровый образ жизни, то есть снимается ответственность, личная ответственность, ну, кто-то там, кто-то там будет вести здоровый образ жизни. Может быть, это меня коснётся, но опять же, выбор даётся человеку. Вот. То есть не ты будешь вести, и не тебе нужно, и не вам нужно, а можно, или там, допустим, можно прийти на приём, или ты придёшь ко мне на приём. Опять же, сужение очень сильное рамок. Хочу, прихожу, хочу, не прихожу. Может, я не хочу приходить. Вот. И можно прийти на приём. Опять же, у человека даётся выбор. Опять же, я вам хочу сказать, что это очень иллюзорный выбор, но тем не менее, для рациональной, с точки зрения рациональной составляющей головного мозга, это очень важно. Вот. Ну и утилизация. Там у нас уже шестая будет ступень. Если, допустим, делается там какой-то, я опять же на наших примерах буду говорить, допустим, какой-то, какие-то неприятные вещи, ну, тот же, допустим, массаж гуаша, да, то есть он достаточно жёстко может проводиться. Вот. Если человеку сказать, что, возможно, вам будет больно, но вы мне об этом скажите. Вот. Человек, у человека, во-первых, уровень сопротивления будет намного меньше, то есть, во-вторых, он уже будет это ожидать, и намного у него вот уляжется это мягче в его. Может быть, где-то будет больно, и если, допустим, его не предупредили об этом, вот, он на этом сакцентирует внимание. А здесь он может просто, ну, так вот, если это небольшая боль, он может как бы и пропустить. Вот. То есть, опять же, если говорить о каком-то там, о каких-то выступлениях, если человек волнуется, выходит перед аудиторией и начинает нервничать, то, конечно, аудитория чувствует эту нервозность, скованность. Если человек заранее скажет, что, вот, вы знаете, я волнуюсь, вот, сейчас немножко у меня тут уляжется, то, опять же, публикой эти вещи воспринимается намного мягче. Вот. Вот. В принципе, очень коротко то, что я хотела вам сказать. Может быть, вопрос-то заходите. Позадаем, да, чуть.